Здравствуйте! В эфире «Право на защиту». Каждую неделю лучшие праведы края и самые авторитетные эксперты отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня мы обсуждаем право граждан на оружие, как получить разрешение на его ношение и при каких условиях возможно реальное применение ружья и пистолета, об этом мы попросили рассказать нашего гостя. Это Андрей Шарабоков, заместитель начальника управления Росгвардии по краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. Андрей Игоревич, здравствуйте! Здравствуйте! С момента создания Вашей службы в 2016 году Росгвардии были переданы функции полиции по контролю за оружием. А что это поменяло для граждан? Дело в том, что даже до создания Росгвардии функций по контролю за оборотом оружия были возложены на подразделения лицензионно-разрешительной службы. Если уйти в историю, то сама служба лицензионно-разрешительная была образована 12 февраля 1969 года, и, можно сказать, с этой даты начался контроль за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельностью. Для граждан в целом особых изменений не произошло. В 2016 году указом президента было сформировано подразделение Росгвардии, на которое данные функции были возложены. Поэтому мы продолжаем выполнять поставленные перед нами задачи и оказываем услуги для граждан Красноярского края. Это, наверное, тот редкий хороший случай, когда смена ведомства не повлекла изменения правил, и для граждан все осталось комфортно. В настоящее время мы только улучшаем наши, будем говорить, условия оказания государственных услуг. Здесь можно даже посмотреть на наши цифры. Цифры – это удовлетворенность граждан наказаниями. Она на сегодняшний момент составляет 97,5%. По сравнению даже с 2019 годом эта цифра увеличилась на 2,5%. Ну вот, про статистику как раз. По статистике, сколько огнестрельного оружия находится на руках жителей нашего края? У нас на территории Красноярского края проживает более 90 тысяч владельцев. Если быть точнее, 90 тысяч – 444 владельца, в пользовании у которых находится более 130 тысяч единиц различного оружия. Ну это серьезная, да? Да, это довольно-таки серьезный, будем говорить, арсенал, за которым сотрудники лицензионно-разрешительной службы ежедневно осуществляют контроль. Ну, многие знают, что процедура приобретения оружия достаточно сложна. Чтобы стать счастливым владателем кого-нибудь, даже газового пистолета нужно потратить не один день. А вот у меня возникает вопрос, гарантирует ли эта процедура от попадания стволов в руки граждан неравновешенных, агрессивных, а иногда, может быть, и просто хулиганов? Что касается становления владельцем оружия, есть определенная процедура. Она предусмотрена федеральным нашим законодательством, где прописано о том, что для того, чтобы стать владельцем, если мы сейчас говорим про охотничье оружие, в первую очередь нужно, соответственно, что? Это приобрести охотничий билет. В любом МФЦ можно подать заявление и его приобрести. Для этого, для хранения, соответственно, оружия, необходимо место хранения, то есть металлический сейф, либо деревянный, обитый же железом. Следующий этап – это, соответственно, пройти обучение по безопасному обращению с оружием. Далее – это медицина. Здесь необходимо пройти медицинское обследование на пригодность к владению данным оружием. Это первая общая медицинская справка. Вторая медицинская справка – это на отсутствие противопоказаний, отсутствие в крови наркотических, психотропных веществ. То есть мы тем самым исключаем возможности приобретения данного оружия именно лист, который употребляют как наркотические, так и психотропные вещества. Да, это, естественно, время, которое необходимо потратить. Но это первый раз гражданин тратит это время. Соответственно, собрав весь определенный пакет документов, который у нас отражен в законодательстве, подается заявление в электронном виде. Вы производите оплату, соответственно, мы уже потом начинаем с вами работать. Срок предоставления этой услуги составляет 30 дней. Что касается для приобретения оружия ограниченного поражения, то здесь нужно необходимо все пройти такую же процедуру. Но, единственное, охотничий билет не требуется. Ну вот смотрите, тем не менее, вот две медицинских справки, да, как я понимаю. Тщательный осмотр психиатра. И все равно, получается, это не спасает случаев проноса огнестрелов, школы, вооруженных разборок автомобилистов на дорогах, о чем неоднократно пишут СМИ. Ну, здесь в первую очередь, наверное, зависит от культуры владения огнестрельным оружием. Ведь, когда гражданин принимает решение приобрести тот или иной вид оружия, то есть он должен понимать, что за неправомерное его использование будет определенным родом ответственность, в том числе и уголовная. И как вы вот, да, говорите, что, ну, от этого никто не застрахован. Могу привести буквально свежий пример. Перед Новым годом, Брянская, вторая Брянская, два водителя двигались, что-то, какой-то конфликт не поделили. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил своего оппонента. Да, это показывали СМИ. Да, это показывали. Это владелец не из нашего субъекта был, из Кемерово. Что сподвигло его для таких действий, ну, теперь уже там разбирается следствие. Ну, по крайней мере, информацию мы коллегам передали. Ну, а это уже уголовная ответственность. А с какими еще типичными нарушениями стороны владельцев оружия вы сталкиваетесь в своей работе? Основные виды нарушения – это нарушение правил сохранности оружия. Если говорить в целом, то за 2020 год было выявлено более 3,5 тысяч нарушений, да, из которых, да, основными – это нарушение правил хранения этого оружия, да, и нарушение сроков перерегистрации, подачи заявления на продление переоформления этого оружия. Законом предусмотрен 30-дневный срок. Граждане иногда забывают, соответственно, почему 30-дневный? Потому что нам нужно еще подготовить определенные документы. Нам нужно с гражданами, в соответствии с нашим законодательством, провести ряд мероприятий, в том числе и проверочных. Право каждого на вооруженную необходимую оборону. Ну, наверное, одно из самых загадочных, на мой взгляд, в нашей стране. Дискуссии масса здесь, хотя, казалось бы, все очень просто. Каждый вправе стрелять в нападающего на него вооруженного преступника, защищая свою жизнь и жизнь своей семьи. Но на практике, мы это знаем, следствия и суды редко признают такие действия правомерными. Особенно, если агрессор убит. Что, вообще не расчехлять оружие самообороны? Смотрите, здесь нужно понимать, что происходит в данной ситуации, да. Есть такое понятие, как превышение необходимой обороны. Если человек с целью совершения кражи, да, проник в жилище, проник в жилище, а владелец квартиры, там, дома частного услышал это и достал оружие из сейфа и произвел выстрел, то здесь вот будет уже следствие разбираться. А соотношение? Была ли угроза жизни? Поэтому, очень тонкая, будем говорить, здесь грань, и всех владельцев оружия я бы нацелил именно думать, прежде чем доставать оружие из сейфа и уже производить выстрел. Ну, ключевое здесь все-таки будет, чем вооружен этот грабитель, какие у него намерения. Вот для этого и проходят наши граждане обучение в негосударственных образовательных учреждениях, где их учат правилам обращения и в том числе изучению законодательства. Они разбирают эти ситуации? Конечно, они разбирают эти все ситуации, и уже гражданин, после этого, когда сдает экзамены, он уже, соответственно, получает документ об том, что он прошел это обучение, и может владеть этим оружием, да, законно и соблюдая законодательство. Вот вам и пример, как он будет им пользоваться. То есть он должен оценить ситуацию, обстановку, какая сложилась в данный момент, и уже потом принимать решение. А если это охотничье оружие, вот хранится оно в коттедже или на даче, и вооруженный разбойник врывается, здесь те же правила работают? Абсолютно все те же правила. То есть гражданин, владелец оружия, он должен соизмерять степень опасности и действовать уже в зависимости от обстановки. Ну, и про частных охранников тоже хочу спросить. Много их и в магазинах, и на автопарковках, и в школах даже. Им закон позволяет использовать огнестрельное оружие для защиты уже чужой жизни или чужой собственности? Ну, давайте все-таки начнем с того, что такое частный охранник. Да, частный охранник, это может быть гражданин, достигший 18 лет, правильно, да, это прошедший обучение, сдавший экзамены, получив удостоверение частного охранника. Перед всем этим он, соответственно, проходит и то же самое медицинские все проверки. То есть это общая медицинская справка и справка на отсутствие в употреблении наркотиков и психотропных веществ. Это в обязательном порядке. Далее, когда гражданин решил как бы работать частным охранником, он устраивается с этим удостоверением, заключается трудовой договор в обязательном порядке и обязательно у частного охранника должна быть личная карточка. Личная карточка, наличие ее обязательно для любого охранника, который работает. Частным охранным организациям разрешено приобретать в пользование это служебное оружие, травматическое оружие. Поэтому они могут нести службу и с оружием. Есть закон, который определяет, опять-таки, порядок его применения оружия и когда запрещается применять это оружие. Ну вот с применением оружия, огнестрельного вопроса. На школах охранники несут службу без оружия, так как это место с массовым пребыванием граждан, поэтому, кроме как наличия специальных средств, там у них быть не может. Все. Ну а какой-нибудь магазин, иной объект, где хранятся ценности. Смотрите, магазин и там, где хранятся ценности, это может быть два разных вида объекта. Может быть, магазин это продуктовый, либо торгующий промышленными какими-то товарами, а может быть, магазин по торговле ювелирными изделиями. Да, это две разных. И здесь, соответственно, уже выбор остается за... Ну, собственником. Да, за собственником, по сути дела этого магазина. Как охранять? Как охранять? Вооруженная охрана, либо нет. Если это магазин, где торгуют, будем говорить, драгоценными металлами, да, это обусловлено. Если это магазин, где торгуют промышленными товарами, целесообразность нахождения там его с оружием. Я все хочу услышать от вас ответ. Тому грабителю, который лезет, он рискует получить пулю в лоб? Или, по большому счету, вряд ли это произойдет? Грабитель лезет куда? В магазин, за ювелирными ценностями. За ювелирными ценностями, я, соответственно, вам говорю, да, есть у нас в законодательстве для... Если идет угроза жизни и здоровью охранника, то, соответственно, охранник будет действовать в соответствии с законодательством. И это законодательство... В том числе и сможет применить оружие. Да, это позволяет ему использовать это оружие. Это самая главная мысль. В заключении нашей программы... Спасибо большое, Андрей Игоревич. Напоминаю, что мы обсуждали сегодня право граждан на оружие. А у нас в гостях был Андрей Широбоков, заместитель начальника управления Росгвардии по краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. А если у вас, наши зрители, есть свои правовые проблемы, то смело пишите в телекомпанию, и, возможно, следующий вопрос, который мы разберем, станет именно ваш.